Добрый вечер, добрый час, мы начинаем с вами новые занятия по книге Рабейну Бехае Хавата Ливовод, в переводе на русский язык заповеди сердца Большое событие, по дороге ехали, представили, что Рабейну Бехае жил около 950 лет назад Час своей жизни он посвятил этой книге, он ушел из этого мира И вот, видите, мы с вами сидим много столетий после этого, учим эту книгу, желаем ее понять Тем самым мы, в принципе, его сейчас каким-то образом воскрешаем к жизни Прежде чем мы начнем это занятие, давайте сделаем маленькое вступление Просто, чтобы было чуть-чуть понятно, чем мы будем заниматься много-много-много занятий Может быть, вначале два слова о том положении, в котором находился еврейский народ Чтобы у нас был какой-то ракурс даже исторический Я надеюсь, знание еврейской истории – это вещь очень важная для понимания Более глубокого понимания, даже когда мы держим подобную книгу И еврейский народ находится на территории тут, Израиля, живет долгое время Первый храм уходит в изгнание в Вавилон, возвращается через 70 лет Снова второй храм еще продолжается на 420 лет И вот после этого приходит хурба на разрушение храма Еврейский народ, он частично остается тут, в земле Израиля И частично уходит в Вавилон Там, в Вавилоне, центр еврейской жизни Поколение за поколением, это поколение называется поколение Амураим Так их называли Они дали это название от слова Амура, как переводчик по отношению к предыдущему поколению Танаим Они себя как бы принизили, они всего лишь переводят и разъясняют Что предыдущие поколения мудрецов сказали И результат ихнего труда после многих поколений, каждый из вас знает Это Вавилонский Талмуд, тот, который является основой изучения всей еврейской устной Торы Центр еврейской жизни там находился на протяжении нескольких сотен лет Но к концу этого периода Амураим, когда период называется Период Савураим, почему их так называли? От слова Свара Свара это определенное понимание То есть попытка углубиться и понять называется Свара То, что мы поняли То есть они занимались в основном тем, что они подэтаживали все, что написано в Талмуде И окончательная редакция, в принципе, это редакция Савураим И это продолжалось еще более чем столетия И после этого начинается следующая эпоха, называется эпоха Геоним Которые тоже жили там же, в Вавилоне Они были Роше и Шивот, они были главы Иши в Суре, в Помпендите Это основные места, практически еврейские города, которые были тогда в Вавилоне Но уже в восьмом веке привычный образ жизни еврейской, который там есть Он начинает приходить к концу По разным причинам И внутренним, борьба с караимами И внешним преследованием, которые были И новое поколение мудрецов, они уходят, не находятся там И постепенно центр еврейской жизни, он уходит из Вавилона И перемещается в Европу В место, называется Шкина, современная Германия, Франция Но в основном в то место, которое называется Сфаран, Испания Там, в Испании, образуется новое общество еврейское Которое тоже необыкновенным образом, оно там собралось вместе А главное, что Катуш Брухов послал туда мудрецов заранее Чтобы подготовить базу и так далее Там начинается новый совершенно период в еврейской истории Он называет «Золотой век» в определенном смысле Когда еврейская мысль там расцветает Там жили и Рабейн-Убхай, и там жил Рамбам, и Рамбан Рабейн-Убхай, и много-много мудрецов, которые мы называем решеным Они находились там, в этом месте Это центр Там, в этом месте, в... То есть мы уже подошли к этому месту, где находится автор нашей книги В Саргосе, приблизительно 950 лет назад Жил Рабейн-Убхай Его Рабейн-Убхай, и Бен Йосеф, и Бен Пекуда Так его полное имя На самом деле мы очень мало знаем о личности этого мудреца Практически ничего Есть мнение, что он даже не был женат Спорное мнение Мы не знаем ничего Даже не знаем, как произносить правильно Его имя не знаем Есть большой спор между выходцами из сифарских стран Которые его называют Рабейну-Бахи И так, по-видимому, переводчики этой книги приняли это мнение А согласно произношению Ашкенасского Его называют Рабейну-Бахи Теперь, какая из них правильна? Никто не знает установить истинность этого произношения Каждый волен произнести то ли так, то ли так По-видимому, то и то другой будет верным Но это показатель того, насколько мы не знакомы с самим автором этой книги И несмотря на то, что никакого знакомства у нас с ним нет Его авторитет оказался совершенно безупречным Безупречным Кстати, одно единственное, да, мы знаем Он был Даян Он был Даян, он был еврейский судья Его знания в Торе Они раскрыты во всей книге Естественно, что они являются свидетельством его глубоко мудрости Но сама книга, которую он написал Больше чем что-либо другое Она нас свидетельствует о его глубоком понимании В Торе и того Той идее, которую он хотел выразить Надо знать, что Книга Ховата Левавод Проще её произносить на иврите Я надеюсь, все понимают уже эти слова Потому что перевод, он не совсем соответствует Он даже недословный По-видимому, большая трудность перевести слова Ховата Левавод Вы знаете, иврит Это надо перевести Сердечные обязанности Или Обязанности сердец Это дословный перевод Но, по-видимому, это не звучит И перевели это Заповеди сердца Ховата Левавод звучит как-то уже проще Эта книга Она не просто общепринята у нас в еврейской мысли Она является основной и фундаментальной Сейчас мы поймём до какой степени И практически все еврейские мудрецы Даже включая те, которые занимали Самым глубинным пониманием Торы Эта книга являлась для них настольной Из неё они учили многие-многие основы Которые есть в иудаизме Гаун Мивильно Он всем рекомендовал и сам учил книгу Ховата Левавод Аризаль По свидетельству своих учеников Он заповедовал им Учить постоянно эту книгу Хатам Софер Он начинал урок Он свой ежедневный, 15 минут Он давал занятия по Ховата Левавод Чтобы, называется, открыть сердце учеников По-видимому, есть в этой книге что-то очень-очень необыкновенное Давайте поймём чуть-чуть ещё Какое место занимает эта книга вообще в нашей еврейской библиотеке То есть, если её, где она находится тут, в ряду всех еврейских книг Давайте расширим даже этот вопрос Когда вообще пишут книги? Может быть, даже свяжем это с актуальностью У нас есть проблема писать книги? Сейчас все пишут Раньше были в основном читатели А сейчас в основном писатели Давайте оставим нас Давайте обратимся к мудрецам Когда мудрец пишет книгу? Давайте спросим ещё лучше Когда он вообще говорит Свойственное мудреца молчать Снова в отличие от нас Мудрец никогда не рассказывает Не говорит Почему он не говорит? Потому что столько времени, сколько нет Новизны в том, что он хочет сказать Он будет молчать Мудрецы говорят Тогда, когда надо что-то новое выразить Того, что мы не знали Или могли бы ошибиться в нашем понимании Тогда он скажет Называется хидуш Только тогда мудрецы говорят Когда же мудрецы пишут книги? Кстати говоря, писание Написать книгу Это не то, что сейчас человек сидит Написать книгу Когда-то это было колоссальный труд Невероятный труд Порой даже физический труд Не говорят же во всём остальном Иди знает, даже может потеряется Это единственная рукопись Потом она когда-то исчезнет Всё, всё может произойти Это большой риск Столько усилий Иди знает И пропадёт Когда пишут книгу Когда пишут книги Эта тема, она сама по себе Очень-очень важна Почему? Потому что Зачастую мы слышим вопрос Даже в самой такой утрированной форме Скажите, а почему нету книги Знаете, такой христематийной Которая как Христоматия о еврейской мысли О еврейской этике Такой вопрос, он исходит Из, по-видимому Исчезнувшего из мира Советского такого представления Что есть такой центральный орган Такой еврейский, мудрый центральный орган И он спускает директиву И должны написать Министерство еврейского просвещения дел Должно написать книгу По еврейскому мировоззрению По-видимому Это большое заблуждение Которое надо просто Все, что мы видим Все, что читаем Все еврейские книги Результат, инициативы Отдельных личностей Теперь Кто писал? Вполне возможно, еще кто-то писал Мы не знаем их Книги не сохранились Сохранились книги только настоящих мудрецов Почему? Они пишут Почему? Что заставило их писать? Они будут писать книги И мы сейчас это увидим Если просмотрим эту историю Появления всех еврейских книг Они были написаны только потому Что появилась для этого большая потребность Столько времени, сколько потребностей нет Книг нет Другими словами Столько времени, сколько еврейский народ живет У них нет никаких отклонений От понимания И еврейского мировоззрения Четко, ясно и понятно Что еврейское, что нееврейское Никакой потребности Книги, которая Книги современные Которая Отделит и объяснит Нет И ничего не будет написано Поэтому Мы видим Что на протяжении Многих столетий Не написана ни одна книга По мировоззрению По этике Вообще не было А что было Все, что было Написано Понимаете Ведь это все Тора Шибаальпе Это письменная Это устная Тора А устная Тора Она по определению Она не пишется Она передается Не записывалась Все, что начали записывать Только со времен Еще до него, естественно Но в основном Со времен Он принял решение Что несмотря на Общий запрет Так как Время Оно таково Что есть Большая опасность Для общей еврейской Духа Что Тора Может потеряться Он записал Устную Тору В виде Мишны Которая потом Была расшифрована В виде Талмуда Была написана Масса книг еврейских Но вот так Чтобы Знаете Так сказать В нашем понимании Книга Где есть Четко ясное Описание Еврейского Мировоззрения Не было написано Первая книга Которая Наиболее Получившая Известность И которая Была Общепризнана С сегодняшнего дня Это книга Рабсадья Гаона Эмуна Эмуно Двыдаот Это книга Которая Была написана Приблизительно 1200 лет назад И она Первая Которая Ясно Выразила В чем Состоит Еврейское Мировоззрение До этого Не было книг По этому поводу Он написал книгу И мы с вами Пройдемся По его предисловию И все предисловие В принципе Посвящено тому Сейчас Что мы говорим Он Объясняет В предисловии Очень методически Верно И постепенно Каким образом Он пришел К написанию Этой книги Почему Он вообще Ее пишет Только Он делает Это постепенно Отступление И так далее Если кто Запомнит Эту мысль Это будет Для него Ключом К пониманию Что мы На нескольких Уроках Будем заниматься Почему Он ее пишет Он пишет Потому что Возникла Большая Большая Потребность Не хочу Забегать Вперед И разъяснять В чем Была потребность Но только Несколько слов Все-таки О той эпохе Очень тоже Важно Знать Что Что за Этими Строками Еще много Что кроется Что тут Явно Не Написано Оно написано Между строк Да Та эпоха В которой Жил И Равейн Бахе И поколение После него Это была очень сложная эпоха еврейской истории Несмотря на весь рассвет А рассвет Оказывается Он был не только в еврейской мысли И еврейской жизни Которая расцветала там В Испании Испания Это было Место Где В то время Владела ее Исламская культура Теперь у нас В нашем В нашем представлении Современном Ислам Мусульмане Это что-то Что-то отсталое Что-то дикое Агрессивное На самом деле И Мир Ислама В те времена Когда он достиг своего рассвета И в большей Именно Самой Большей степени Это произошло В 9-10-11 веках Именно в Испании Мусульманские Теологи Не помогли Принести Они Принесли Это в Европу Переводы Аристотеля Были сделаны С арабского языка На европейский язык Поэтому И я уже не говорю Тринадцать принципов Тринадцать основ И Четко Разделить Вот отсюда Тринадцать Это наши А все Вне этого Любые мысли Идеи Какие они не были бы Интересные И мудрые Это не еврейское Неверно И только те Которые придерживаются Тринадцатого принципа Они принадлежат Еврейской нации А которые нет Не принадлежат До такой степени Он Острота Вот этого Размежевания Она стояла Что требовалось Четко разделить Еврейскую мысль На нееврейскую А в чем проблема Проблема состояла В том Что многие идеи Которые находятся В философии Греции И тем более И тем более В исламской теологии Они не просто смежные Они полностью подобны Тому что есть В еврейской мысли Если Полагается Что есть Единый Творец И есть служение Творцу И так далее И так далее Это не наша тема В него входить не будем То есть Многие составляющие Служения Которые есть у человека По отношению к Творцу Они очень идентичны Поэтому Человек Если он мудрый Он может прийти к тому Что написано в Торе Поэтому Когда порой Мы видим Что какой-то Мудрец народов мира Говорит интересную мысль И она совпадает С тем Что Есть у нас Торе Или Не противоречит Ничему Что у нас написано Совершенно спокойно Можем ее Читать Можем к ней По крайней мере Соотноситься Говорить Так или иначе Так или иначе Была Большая потребность Уже во времена Рабейну Бахи Отделить Служения Которые есть В понимании Арабском От того Которое есть у нас Много сходств Ну и что Это только говорит О истинности И того и другого Несмежно Но разделение Он должен был Это сделать Это была одна из причин А вот еще Последующие причины Мы найдем Будем сейчас Это изучать И разберемся В них Другими словами Снова подэтаживая Это Скажем только Что Книга Она Была написана Как результат Того Что Была необходимость Ее писать Необходимость Ее писать Рабейн Бахи Не хотел Не хотел Так Не хотел Дальше мы увидим Насколько была у него Внутренняя борьба Вообще Этим не заниматься И тем не менее Он был вынужден И он это Работу про дело В переводе Монотбедеот Это как бы Вера и знание Условно можно перевести Чтобы чуть-чуть понять О чем там было написано То Рабейн Бахи Пишет первую книгу По еврейской этике Потому что Есть служение Богу Книга Книга Которая Методологически Постепенно Описывает Расписывает Это Отношение Наше с Творцом И он До него не был Он первый пишет Он первый Который Упоминает Вообще Что существуют И мудрецы народов мира И вообще Есть много-много Новшеств Которые он Превзносит Которые до него Практически не были И по мере того Как мы эти новшества Будем обсуждать Укажем на них Чтобы мы знали Что он Первопроходец Он тот Который С этого Все начал И так Эта книга Она занимает Самое центральное Место Наряду Как мы сказали С книгой Расага Манадвидеот С книгой Кузари Рабью да Олеви С книгами Рамбама Это Морен и Вухим Это Центральная книга Которая В любом еврейском Доме находится Если кто хочет И желает Понять Что есть еврейское Он должен Безусловно Изучать эту книгу Руха же Что представилась Нам эта возможность Благодаря Руководству Толоду Шаруна Благодаря вашему Желанию И участию Что мы с вами Начали изучение Этой книги В двух словах О чем эта книга В общем Чтобы Мы могли понять Что нас ждет Очень важно Понять Что нас ждет Давайте Несколько Это сказать Постепенно Это поймем Это основа Извиняюсь За чуть длинное Вступление Оно совершенно Необходимо На мой взгляд Надо знать Сначала Внешнюю форму Изучение Этой книги Представляет С собой С одной стороны Необыкновенную Сложность А с другой стороны Она очень Простой В чем проблема Эта книга Была изначально Написана На арабском языке Теперь Сам Рабейн Убахи Он Он говорил На языке Торы И он Дальше Он тут сам Сомневается Вообще Он тот ли человек Который должен Это писать Потому что Люди Которые будут Это читать Разговорный язык Всех евреев Был арабский язык Он сам Сомневался Достаточно Знать арабский язык Что писать по-арабски Значит Он сам В принципе Переводил На арабский язык То что мы держим Это перевод С арабского Снова на Язык Торы С языка Торы Иврит Условно говоря Иврит Это не язык Торы Ну это подобен Ей Теперь перевели Это на русский язык Другими словами Все те самые Необыкновенные Трудности Если вы возьмете Самый первый перевод На иврит Вы Как правило Не поймете Это недоступно Даже Те кто тут вырос Очень сложное Изложение Которое там есть Для нас же Все уже Разживали Есть на иврите Уже как бы Адаптированный перевод Называется Левтов Кто хочет на иврите Он может его открыть Это кстати говоря Книга Которую мы держим В руках В переводе Она основывалась На переводе Левтов Адаптации На иврит Современной А они уже перевели На русский язык Теперь мы читаем По-русски Будут места Которые требуют Маш Пристального Изучения И детального И может быть Будут понятны На самом деле Они не понятны А будут места Которые надо просто читать Непонятно Что тут комментировать Все ясно и написано Теперь Это одна проблема Вторая проблема Рубейн Абхайя писал Тому поколению Нам нужно вернуться В то поколение Мы не можем Мы не можем понимать Книгу Которая написана Для поколения Тысячи лет назад И вот мы вот Да вот мы Вот прошло тысячу лет И мы вот смотрите Мы точно Мы такие же Мы не такие же Почему мы не такие же Откуда я знаю Почему вы так говорите Начнем сейчас изучать Не сейчас Это будет через несколько уроков Увидя методику Он обращается к разуму Ну на первый взгляд Все здорово Очень хорошо Мы тоже очень люди Мы очень люди И интеллигентные И рациональные Мы людям обращение к разуму У него тут обращение к разуму Оно состоит из того Что он приводит Несколько убедительных аргументов Восемь аргументов В пользу того что Девять причин Почему надо так Теперь скажите Кто-то из нас Привык К такой форме Изложения К такой форме изучения Ну а маловая Дай бог Чтобы понять Что-то хоть один Так сказать Один аргумент Я понял Понял Спасибо По-видимому То поколение Он же писал Для того Он знал для кого он пишет Значит он не писал бы Именно в такой форме По-видимому Того поколения А убеждение Логическое Рациональное Играло роль И если бы Он бы привел бы Только один аргумент По-видимому Это не было Достаточно Воздействия Не оказывало бы Он приводит Еще один Еще один Еще один Восемь аргументов Девять аргументов Десять аргументов Теперь что нам делать Скажите Я когда Думал Давайте будем изучать Ковато львоводную Как мы будем ее изучать Кто Тут сможет высидеть И Прослушать На одно и то же В принципе мы выйдем Уже ответ заранее известен Он нас убеждает В том Что мы уже тут заранее приняли Все уже известно Уже другие книги изучали На эту поводу Он нам же приведет Восемь Девять Десять аргументов Убеждений Причин Почему надо этим заниматься Вы готовы к этому? Если вы готовы Пожалуйста Сняли по крайней мере Одну проблему Но придется это слушать Это будет непросто Да Это непросто Тут хорошо Видите Тут есть Хорошо Видно меня А все остальные могут Кто заснет Кто так сказать Но часть Часть Они всегда Бодрствуют Да Часть бодрствует А другие могут отдыхать Будут меняться Меняться Какие еще есть трудности Как мы сказали Есть трудности Трудности Вложения Трудности То есть В многих листах Придется Говорить по смыслу А не по Тому Что тут написано Многие вещи Например Иногда есть много цитат Если мы войдем Во все цитаты То это изучение Торы само по себе И мы уделим время На что-то Что потом мы даже Не поймем Какая связь С тем Что мы изучаем Поэтому Придется По-видимому Много цитат Нам просто опускать Другими словами Когда мы будем изучать Если кто-то захочет Держать эту книгу Перед собой И он хочет Видеть точно Строчка-строчка-строчку То По-видимому Это не будет Соблюдаться Потому что Часть Будем приводить Часть будем цитировать А часть Не будем цитировать Почему? Оно просто затруднит Ваше понимание И еще В отличие от книги Например Мсилат и Шарим Которую мы с вами изучали Или Дыра Хаше Мы брали в руки Оригинал Рамхал писал Сам Написал То что мы с вами читали Был русский перевод Только Что-то называется Мы держали Оригинал Там можно было Точно придерживаться Тексту Каждому слову Из каждого слова Можно было изучать Много-много Дополнительных вещей Тут мы не можем Это делать И мы не знаем Мы не знаем Где оригинал Тут три перевода Один перевод Другим перевод Из этого перевод На новый Все это предупреждая Просто вы знали Так сказать Методика преподавания Она будет чуть-чуть Отличаться От того что мы с вами Знаком То Еще один вопрос Очень предварительный Важный Для кого все эти занятия Сразу предупреждаю Первые занятия Для всех Есть у нас Видение Как оно построено Тут видение И после этого Есть 10 шарим 10 ворот 10 глав Первое Введение Первая глава И вторая глава Для всех Она будет полезна Для всех Даже если человек Начинающий Хочет познакомиться Узнаем Пожалуйста Но Начиная уже С третьей главы И дальше Она очень сильно Религиозна То есть Если новый человек Захочет Познакомиться С чем-то еврейским Услышать такое Просто Ужаснется И лучше ему Не участвовать Поэтому заранее Всего предупреждаю Что нас ждет В дальнейшем И В конечном итоге Давайте мы добрались До самого последнего Что нас тут ждет Что мы получим От изучения этой книги Что мы получим От изучения этой книги Эта книга будет Эта книга Она обсуждает Ховата Левавот У нас есть Ховата Эварим Обязанности И Наших Частей тела Так можно это перевести Другими словами Каждый из нас Знаком с теми Побелениями Которые Накладывает Ара На Наши действия Детфилин Лула Что-то такое Действия А есть то Что скрыто Совершенно Не видно Не открыто Она находится Где-то в сердце Человека Что там внутри Вся книга Посвящена Именно этому Пробудить В нас Наше сердце Внутренное намерение Внутренное ощущение Которое есть Давно Один человек Меня спросил В принципе Не он один Вопрос Слышу неоднократно Вы знаете Мне вот Соблюдение Митцвот Мне радости Не доставляет Очень хорошо Очень искренне Скажите А что вам Да Доставляет Радость Если Ничего То У меня Есть Хороший Телефон Одного Хорошего Врача Обратитесь К нему Что Да Если Заблюдение Митцвот Не доставляет Радость То вопрос Который Надо спросить А что Да Доставляет Радость Каждый Должен задуматься Об этом Если Еда Покушать Покушать И там Развлечение То по-видимому В этом ответ Почему Нет радости От соблюдения Митцвот С чем Этот вопрос Связан Тура На первый взгляд Она Нам Дает Полную Духовную Жизнь Полную радость И полное Водушевление И часто Мы встречаем Людей Которые Очень далеки От этого На что Это похоже Похоже На человека Который Приболел И пошел К врачу Врач ему Выписал Таблетку То он Вернулся Домой Посмотрел На нее Что-то Большая Раз Поломал На две части Не Все Большая Раз Снова Поломал Взял Четвертинку Принял Ждет 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 Не работает Ничего Не получается Это подобно Порой Нам Когда Человек Приходит В еврейскую Жизнь Он там Слышит Лекции Водушевляется Начинает Жить В надежде О том Что сейчас Тора Для него Будет Светом Он Будет Весь Гореть Все Будет Хорошо Будет Все Прекрасно Смотрит Что Особенного Особенного Радости От него Не доставляет Почему Он Взял Даже Не Четвертинку От Всего Еврейского Торы А Какой Это там 00000001 Чего Не хватает Не хватает Для нас Многих По видению Каждый Из нас Это чувствует Настоящей Внутренней Духовной Жизни Это Что Не хватает Механистически Мы все умеем Все выполнять У нас Нет проблем Есть проблемы Мы советские люди Что надо делать Суббота Суббота Пока Нет проблем А вот Мы же Привыкли После всего Будем делать Что угодно А вот Та самая Фигура Из пяти пальцев Которую В кармане Держим То что в сердце У нас Это уже мое Туда не лезть Наша цель Туда залезть Наша цель Чтобы Пробудить Ту самую Внутреннюю Духовную Жизнь Сделать ее По настоящему Истинной Гораздо более богатой Которая действительно Не только изменит Наше общее Состояние Не это цель Чтоб мы в радости Жили Это не сама цель А это должно быть Средство Правильно Верное средство Для истинного Служения Богу Если уже человек Ходит скипой Ну так будь уже До конца скипой Вся проблема Что мы вроде скипой А вроде Сидим на двух стульях Называется Поэтому Изучение Этой книги Оно Четко Целенаправленно Как мы сказали Начиная с третьей главы И дальше А в принципе А подготовка к этому И первая И вторая глава Как мы увидим Без этого Даже все остальное Смысла не имеет Она именно направлена Для того Чтобы в конечном итоге Построить В нашей душе В нашем сердце Настоящую духовную жизнь Вся книга Это как бы Видите Тут тоже есть Эсер Малот Десять ступеней Знакомых Совершенно других Другая система отчета Которая мы знакомы По сравнению с книгой Силаты Шарим Где в начале Раббин Бхай Он Направляет Наш разум К Творцу А если мы Пройдемся По всем ступеням То в самом конце На самой высшей ступени Он нас приклеит К Творцу И это та цель Которая Оливай Что мы Достигли Достались Ну После такого Вступления Надеюсь Что все Хотят И желают Ну Когда Давайте Начнем Я смотрю Видите Мне Благодарность Тем Кто устроил Наши занятия Что мы Часы Прямо Передо мной У нас Очень мало Времени Тем не менее Мы начнем И Столько Сколько Успеем Столько Успеем Начиная С предисловия Автора Начиная Прямо Прямо Есть тут Предисловие Естественно Что Рабин Бахи Он начинает Все с благословения Великого благословения Которое Я начну читать Это Я не знаю Я не знаю Как все это будет Восприметься И снова Такие слова Очень религиозные Поэтому Давайте Сразу Перейдем К делу Я надеюсь Что все понимают Что он Восхваляет Бога Величайшим же Из всех благ Дарованных Создателем Рабам Своим Людям Снова Я прошу прощения Кто не знаком С языком Тут перевели Дословно Слава Слава Раб А раб Ну все До свидания Спасибо Я уже Сказать Да В те Были времена Слово Раб Никто Не пугался Это была Реальность Ежедневно Но только Я надеюсь Вы понимаете Слово Раб Мы Оливай Мы должны быть Рабами Мы должны быть Смотрите Вы правильно Вы хотите Поправить Более красивое Слово Служители Я тоже буду Употреблять Это слово Но на самом деле Мы должны быть Рабами Мы должны быть Рабами Так что Так что Не обращайте Внимание Слово Раб Служители Замейте Слово Служители Так легче Будет Перенести Все Это Давайте Снова Величайшим Что нам Что нам Дал Тело Ноги Руки Сердце Бьется Все Что нам Дал Все У животных Есть Что Есть Разум Обратите внимание Что он Не перескочил Через Дар Речи Это Тоже То Что Отличает Человека Более Всего Кстати Говоря Внешней Жизни Человек Определяется Как Homo Sapiens Ну Какой Перевод Разумный Человек Очень Хорошо А у Нас Как Это Медабер Человек Мамела Он Человек Который Говорящий Говорящий Это Более Это Больший Человек Чем Разумный Потому Что Это Результат Разумности Его Он Еще Умеет Это Выразить Поэтому Надо Это Выразить Но Тем Не Менее Основа Всему Это Мудрость Человека С Мудрости Все Начинается О ней Мы Еще Будем Говорить Неоднократно И он Будет Говорить И мы Еще Добавим Но Надо Знать Что Все Начинается С Мудрости Он Приведет Нам Сейчас Много Цитат Историй Пророк Мудрости Почему Это Наибольший Подарок Который Есть Но Надо Знать Он Говорит Что Вы Знали Надо Знать Что Мы Не Обращаем Внимание На Это Не Обращаем Внимание Откуда У нас Мудрость Есть Откуда У человека Есть Вообще Возможность Понимать Мир Осознавать Мир Рассуждать Где Это Все Находится Скажите Мне Молекулы Они Рассуждают Давайте Их Составим Их Сложнее Еще Сложнее Давайте Еще Сложнее От Этого Они Начнут Рассуждать От Этого У них Появится Сознание К Этой Теме Мы Еще Вернемся Неоднократно Но Надо Знать Что По Видимому Самое Большое Чудо Которое Мы Обладаем И Не Обращаем На Это Внимание Что У Человек Есть Способность Осознания Мира Вокруг Себя Он Способен Анализировать Этот мир Соотноситься С ним Осознавать Самого Себя Это Вещи Совершенно Необъяснимы Не Современная Наука Ни Чем Чего Только Они Не говорят Ничего Необъяснимо Это На данный Момент Даже Приблизительно Это Великий Подарок Который У нас Есть И В принципе С него Все Начинается Мы С вами Молимся Молитву Шмонайсера Верно Еврейская Молитва Это Молитва По 17 Ее называют Молитвами Да Скажите Благословение Которое Мы Является Истинной Молитвой То есть Сначала Есть Три Части Это Что есть Это Посхваление А потом Начинается Просьба С чего Просьба Начинается Мы просим Мудрости Разума Назовите Разделения На русском языке Нету четкого На Иврите Очень четко И ясно Если не Хохма Если не Бина Если не Да Не будем Ходить В это Но факт Тому Что Все Начинается С разума На первый взгляд Человек Что за разум При чем тут разум Деньги давай А кто больной Здоровье давай Ответ Неверно Скажите Мне Если у человека Нет разума Ему деньги Помогут Он все равно Их растронжирит И потеряет Или что-то Не в ту сторону Он распорядится Если у человека Нет разума Чем он будет здоровым Это же для него Будет одно мучение Это Умут вечно Отдыхаться На каждый раз Награбили Еще что-то Проблемы Они никогда Не будут кончаться Несчастная жизнь Просто Если нет разума Что дальше у нас идет Тора Не может понять Тору Привлизиться к Богу Не понимая Что такое Бог Ему ничего Без разума Весь список Против Которые есть Он бессмысленный Все начинается С разума Разум Это самое величайшее Что у нас есть И вот Это тот подарок Который мы обладаем С этого все Начинает Робейн Все Все с разума И только дальше Мы поймем В чем тут Хидуш В чем тут Новизна В этом есть Большая новизна Дальше поймем И вот смотрите Только чтобы у нас Было какое-то ощущение С чего мы начинаем Смотрите что он дальше говорит То Значит все начинается С мудрости Теперь он делает Анализ Мы увидим Пример Ясной Четкой Методики Анализа Как надо Анализировать Вот поставленный Он ставит Задачу И он анализирует Точно как Каким путем Мы сейчас придем К решению этой задачи Смотрите как это происходит Если Проследим за этим Смотрите как происходит Мудрость подразделяется На три части Первым делом А мудрость есть Но из чего она состоит Первая из них Это мудрость Творения Относящиеся Ко всем предметам Находящимся в этом мире Это первое Второе Это практическая мудрость Нацелена на использованные И для нужд людей Включающие в себе Мудрость точных наук Измерений Мудрость движения звезд Предсказаний по звездам А также мудрость Искусства музыкального Третья Третья часть Это мудрость божественная Знания Творца Его Торы И других приметов Из сферы духовного Таких как Душа Разум Духовный создание По-видимому Мы в нашем поколении Писали бы по-другому Что тут написано И кто успевает Следить за Прочтением Уже по-видимому Должно быть ясно А кто нет Давайте переведем На наш язык Это очень 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 Просто Робейн Хайло Он не боится Говорить о том Что сейчас бы Любой Робейн Боялся бы говорить Тогда еще не было Атеизма В той форме Которая сейчас Не было всей этой Войны Не было все Войны Так сказать Противопоставления Науки И Торы Он по-простому Говорит А мудрость Мудрость делится На три части Первая часть Это наука Вторая часть Технология Третья часть Теология Нету четвертой Это обхватывает Все возможности Которые есть Подробнее Дальше Он будет Ставить их Один на другим Говорит Самая низшая мудрость Которая есть Это Познание Мудрости Заложенной В природе Оказывается Что мир Вокруг нас Он построен Необыкновенно сложно Необыкновенно мудро Человек С самых ранних Времен Пытался понять Разобраться Он видит Мир наш Существует Из чего он состоит Как все это происходит Эти были люди Которые хотели В истину узнать Как творец Сотворил мир И действительно Все первые ученые Они были все религиозные Не было нерелигиозных ученых Они пытались Познать мир Но только Хотели узнать Это с точки зрения Как творится В установе Это первая мудрость Она самая ниша Как устроен мир Теперь Мудрость над ним Смотрите Как у нас последовательность Над ним Технология А мир устроен Следующим образом В мире Если заложен Потенциал в природе Такой 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 Секундочку И так далее Его безопасность Как это называется Технология Одним словом Можно сказать Это то Что он пишет Для того Поколения Видите Так много слов И так И так И так А за этим кроются Вещи для нас Уже очень-очень Понятны И действительно Все Познание Этого мира Вся мудрость Которая мы Применяем Она действительно Идет Первое Для науки Второе Для технологии Второй этаж И третий этаж Самый высокий Это теология То есть Изучение Мудрость Необходимо для того Чтобы понять Что есть творец Понять Что стоит За служением Творца Как он тут пишет Знание Творца Его Торы Других предметов Из веры духовного Душа Разум И так далее Дальше он пишет Все эти разделы Мудрости Со всем их Дальнейшим Разветвлением Это ворота Которые Распахнул Творец Перед людьми Для постижения Им Торы Освоения мира Но при этом Некоторая часть Мудрости Более требуема В качестве Средства Овладения Торой А другая часть Более применима К нужным И делам Земным И вот он разделяет Просто чтобы Как это написано Это последняя Земная часть Включает в себе Нижнюю мудрость Которая относится К вещам Находящимся В этом мире И к тому Что с ними происходит То что мы сказали Это природа Законы природы Мы должны изучать ее И среднюю мудрость Относящаясь К практическому Применению этих вещей То есть Как мы будем Использовать эту мудрость Своих целей Два этих вида мудрости Учат нас Тайнам Этого мира Практическому Использованию Его Всем его благам И наслаждениям А также Всякой работе Технике И ухищрением Во имя Наших нужд И всех Приобретений Этого мира То что мы сказали Наука Внизу Над ней Технология И вот сейчас Он приходит Однако мудрость Главная потребность Которая связана С тормой Это высшая Божественная мудрость И мы обязаны Облывать ею Чтобы уразуметь И постичь нашу тору Простите внимание Что в мире Принят порядок С точностью Наоборот Что больше всего Почитается в мире Наука То есть Давайте поймем Как устроен мир Ну хорошо Очень важно знать Евреи все время Такие знаете Люди Знаете Как в анекдотах Еврейские Мая цалиха А что тебе Что из этого Ну хорошо Познал И что дальше Для чего Технология Давайте использовать О это уже хорошо Значит Это высшая Находится А в мире Не так Самая высокая Это Наука Под ней То технология Университет Теоретические изучения Физики Великие химики Они ценятся выше Чем технологи Инженера Которые умеют Это Использовать Это для того Чтобы создать Какие-то Новые приборы Новые всякие Разные конструкции И так далее Другая совершенно Градация в мире А теология А для чего Вообще теология Для современного Человека Снова Говорит Что за Вообще Есть это Это Третье Вообще не существует А в былые времена Когда еще считали Что то сказать Без Творца Вообще Ничего не может быть То тогда тоже Тоже был спор У человека Есть такие мозги Прекрасные Много Мудрости А для чего Он использует Эти мудрость Евреи говорят Смотрите Основное Нет Основная Мудрость Для Не надо Для того Чтобы изучать Что есть Творец Они говорят Нет Нет Надо изучать Для наука Технология Давайте для этого Теперь смотрите Как решается Этот вопрос Если нет Творца Халили Нету Мир такой Только есть Вот то что есть Случайно образовалось То они правы Значит Должна быть только наука И должна быть только технология Ничего другого не существует Теперь давайте А другая возможность Когда есть Творец Если сказали А Надо сказать я Если есть Творец Значит надо Значит Есть Душа Значит Душа приходит в этот мир Значит После смерти Она остается О Тогда если взглянуть На все в общем То при чем тут Вообще наука И технология Человек не для этого Приходит в мир Если в том мире Спросят человека Чем ты им занимался Он говорит Синус на косинус Какой синус на косинус Там этот не спрашивают Вас не интересует Теорема Пифагора Там никого не интересует Значит Что получается Что самое важное На самом деле На самом деле Теология Значит нужно заниматься Чем Заниматься мудростью Познание Торы Этим надо заниматься Это то что Порядок который у нас есть То есть у нас порядок Который он приводит Самая важная мудрость Для чего мудрость была дана Для познания Творца А Так как Человек живет в этом мире И необходимо Этот мир использовать В своей цели Значит надо понять Какие Какую мудрость Творец Спрятал в этот мир И теперь сами думайте Это сказать Как Проклятие В мир пришло Какое проклятие Взято Пехоту Халахам В поте Лица Будешь Есть хлеб Откуда это появилось До греха первого человека Не надо было работать В чем тут технология Занимались Ангелы Занимались Вместо технологии Все нам поставляли Человек сам захотел Участвовать в творении Согрешил то что согрешил Мы не входим в этот вопрос Был наказан Чем он был наказан А За тебя все хотели делать Я же тебе все приготовил Хотел сам А теперь все делай сам Значит теперь все что есть В мире раньше делалось Через посланников Теперь человек сам должен Теперь сам находи Ту мудрость Которая есть в природе Сам развивай технологии Работай 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 У тебя есть много тысяч лет Со временем И придем к тому Что в принципе было в Ганедине Когда человек сидит У него нет никакой потребности К работе Мы приходим к этому же Видите Это тенденция Которая развивается Так или иначе Когда эта тенденция Она осуществится И человеку не надо будет работать С чем мы останемся Только с одной мудростью Которая Одна мудрость остается Которой же не надо больше Все поняли Как устроена природа Как вся технология развита Все есть Все работает Все за нас делают Роботы Все будут делать за нас роботы Не ангелы Не ангелы Теперь роботы будут делать Чем мы будем заниматься Будем заниматься Видите Для этого потребуется мудрость Для этого потребуется мудрость И только чтобы завершить Нашу эту часть Говорит 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 о том Что знаете Мудрость это очень важно Однако изучать ее Чтобы при этом Чтобы при ее посредстве Достигать удовольствия От мира Нам запрещено Тут он Место того ни сего Делает некое Так сказать Отклонение Такой прямой линии Рассуждения Говорит Итак Значит Мудрость делится на три части Основная часть Это божественная мудрость Но только знаете Предупреждает о нас Тут осторожно Нельзя изучать Божественную мудрость В свои Корыстные цели Нельзя Это означает Что человек Не должен говорить Буду повторять писание Чтобы называли меня мудрецом Буду изучать Устную тору Чтобы назвали меня раби Буду учиться Чтобы стать мудрецом И восседать В собрании ученых мужей Но должен учиться Из любви К Творцу А слава и почет Придут к нему Уже в свой час Предупреждение Для чего Поймем Взраташе В следующем занятии Ну На этом мы с вами Завершим Начало Вступления Где только Отдается Только Только первый Первый анализ Чего все начинается Только подводя итог В одном предложении Начинает Арбейн Убхай Он обращается к нам И говорит Знаете же Величайший подарок Который человек Имеет И обладает Ими Это мудрость Мудрость делится На три части Основная часть Высшая Которая есть Это мудрость Познание Торы И надо Использоваться Не призвято Не Ища выгоды Видите В двух предложениях А мы говорили Так долго То На этом наше занятие Мы завершаем Отсюда и дальше Сидите Сидите У нас тут Сказать Запланированы Еще вопросы И ответы И Все будет Зависеть От того Если у нас У вас будут Вопросы То у нас Будут 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 ответы Есть ли у вас Вопросы По теме Обсуждения Которая у нас Была По-видимому У вас есть Другие вопросы Если вы молчите Значит Есть другие вопросы Секундочку Есть еще вопросы Да Давайте Появляется Нас Кто-то Слушает И А? Тут только Поздравления Идут Спасибо Это да Особенно Особных вопросов Тут нет Я не думаю Что что-то Из того Что было сказано Вы слышали Новое Но я надеюсь Что на следующем Занятии Сказать Есть вопросы? Да Пожалуйста Общий вопрос Есть ли критерии Позволяющие Отличить Испытания Посланные Творцом От нашего Недодумия Недоумия Неблагорассудности Интересный вопрос Совершенно не относится К теме нашего занятия То есть Со временем Мы с вами будем Его обсуждать В одной из глав На данный момент Он не имеет значения В итоге Вопрос Он очень такой Не Он очень важный Необыкновенно Важный Жизненный вопрос Где Где мы встречаемся С этим вопросом Суждением этого вопроса Давайте снова Снова Чтобы это сказать Было понятно О чем тут Речь идет Секундочку Надо держать Это открыто Есть ли критерии Позволяющие Отличить Испытания Посланные Творцом От нашего Недоумия Неблагоразумности Интересно Как вы думаете Есть 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 Такие критерии А А Все Отворца Моя глупость Тоже Отворца Верно Мама Сказала Доченька Завтра Экзамен Я ее очень Прошу Хотя бы Прочти О чем Речь идет На экзамен Мам Все будет Хорошо Все будет Хорошо Пошла Играться Приходит Получила Двойку Ну так сказать В советском Понимании Примерно Что мы Скажем Дочка Религиозна Мам Что ты хочешь Все от Бога Все от Бога Да Не вставляет Два пальца В резетку Вставил Ааа Говорит Что вы хотите Это ведь Это действительно Все от Бога Теперь Что вы знали Это не такой Простой вопрос На самом деле Все что случается С человеком Действительно От Бога Результат Конечный От Бога Все от Бога Но что Выбор Прийти к этому Он всецело В руках Человека И как правило Если мы будем Уже говорить На другую тему О том За что Человек Полагается То ли Наказание То ли Вознаграждение Зависит только От его выбора А не от результата То есть Что произошло На самом деле Теперь По сути Вопрос Естественно Что есть критерии Если человек Сам Осознавал И понимал Что Может привести К плохому результату Сам Знал И тем не менее Это сделал Что мы скажем А видите Все творец Запланировал Нет Он сам результат Своей глупости Он сам привел К тому Что это происходит Можем ли мы сказать Что наши недоразумения В отношении с женой И мужем Это результат того Что Это испытание Которое нас послал Творец В целом Да А в частности Мы уже наткнулись На это один раз Уже из-за этого Один раз поссорились В голове же Ясно Что Тут уже не надо Снова Делать замечание Жене По поводу яичницы Но скандал Один раз уже был Она снова Сделала яичницу Как она Понимает Зачем снова Ей Сделал замечание Что мы скажем Что это От творца Или это От его Недоразумения Что мы скажем Очевидно От его Недоразумения А где же творец Творец Что послал ему Такую жену Испытание Оно в целом А в частности Это Для него Это вот Он должен Сам Понимать О том Что Он должен учиться На своих ошибках По крайней мере Это приблизительно В этом направлении Это находится Ответ И надеюсь Что вы Дальше понимаете Как его Как он Рассуждается Все Неожиданное Что происходит Человек Не планировал Не с того сего Отыскать Планировал одно Получилось другое Ну Явно Что это Творца Вы опоздали Но только Не потому Что Выехали На час позже Потому что Автобус Ломался Там Там Задержали Там То это Произошло Все непредвиденное Все непредвиденное Мамаш Рука Бога Прямо Обо всем Но если Вы не выехали Не подготовились Или просто Так сказать Не подумали Не то это Что что Он не виноват Будет еще После Съемка Жалости Когда вы говорили О историческом Переводе Создания Этой книги Вы упомянули То что Даже Арабские Философы И ученые Изучали На среде Древних Креков Точно Говорит ли это О том Что автор Книги Понимал Что наступает Некой Духовной Ассимиляции Возможность Духовной Ассимиляции Евреев Со стороны Вот этих Знаний Которые Шли Из Греции Абсолютно Точно Точно Прямо как Вы и говорите Это и было Вы сказали Это более грамотным Русским языком Очень здорово И хорошо Советский человек Без того Что в 10 раз Не сказать Извините 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 Не может Просто Именно Именно Это и была Причина Одна из причин Не основная Одна из причин Именно Духовная Ассимиляция Как вы правильно Определяете Это та была причина Почему наши Мудрецы были Вынуждены Писать Подобные Книги Мурен Которые Видимо Больше всего Контрасы Называются На бумаге Было написано Как скрипт Как называют На свитке На свитке С перами Бумага Тогда не было Еще печати Печати Вообще не было Это Была Пергамент Писали на пергаменте Писали С пером Кен-кен Боже Пергамент Да Что вы хотите Что вы сказали Когда вы Прочитали Вступление В Бахе Действительно Оно какое-то Глубоко Религиозное То есть Тогда 900 лет Того назад Чувствовать Какой был уровень Чем можно было бы Объяснить То Что мы Сегодня Называем Атеизм Всему Человечеству При тех Больших достижениях Технологических С которыми Мы все Сталкиваемся При этом Все-таки Вот Пришло К некоему Уровню Прииспу Чем это Можно Объяснить Вы спрашиваете Такой Очень Такой Грандиозный Вопрос Смотрите Это тема Вопрос Отличный Но Через несколько Занятий В одном Слове Атеизм Появляется На основе Ощущения Человека Что Они Сами Боги Все А тут Конкуренция А мы Сами Ощущения Нам Гипотеза Сказал Лаплас Наполеону Бога Нам не требуется Мы Сами Мы Можем Объяснить Мир Без Бога В этой гипотезе Мы Не нуждаемся Так он сказал Что это означает Значает Что они Почувствовали Что Были времена Люди были Ума Ограничены Как лучше сказать По русски Вы можете нам Подсказать И И Они не совсем Разбирались Не понимали А мы Уже поколение Продвинутое Мы понимаем Разбираемся Как устроена природа И там нету Бога в природе Мы там не нашли Мы расщепили Молекулу Атом Нет Бога Смотрим в телескоп Тоже нет Ну значит Его нет А если мы можем Еще путем Законов природы Объяснить Почему из этого Следует этого И так далее То В принципе Нет потребности Для них Тема эта Она более глубокая Мы надойдем Будем изучать С вами Первую Главу Там где Речь идет О реальности Творца Именно в этом месте Мы Там Эта тема Будет разбираться Надеюсь Будет гораздо более глубокая Пожалуйста Что вы хотите спросить Прости То если нет вопроса Браха вацлаха Что было в добрый час Что мы с вами начали учебу Продолжил Всего доброго всем Браха вацлах Браха вацлах Браха вацлах